Сначала с одной быстро пробегаю, потом через время с другой. Режим ускорения Оксана вынуждена включает, когда спускается на первый этаж подъезда своего дома. Это срабатывает инстинкт самосохранения, объясняет женщина. Стена рушится уже не первый год. В этом из подъезда сквозь щель уже виден туалет и душевая комната соседей. Чтобы не рухнула лестница, рабочие из администрации округа сделали подобную металлическую подпорку. Дети Оксаны уже несколько раз проваливались на ступенях. Обещали сделать, и до сих пор подпорки поставили, и на этом все забыто. Маска защитная – элемент не только на время пандемии. Стены в доме покрыты грибком, особенно в зонах повышенной влажности. На первом этаже вся вода сливается в подвал. Из-за этого, предполагают люди, и происходит разрушение. Но дом аварийным не признают. Управляющей компании нет. А собрать деньги с жильцов, большинство из которых – квартиранты, не получается. Так бы сами вызвали комиссию. К чему не боятся прикасаться – подкрашивают и заделывают. Но вываливающиеся кирпичи на клей не посадишь, дыры в ступенях обоими не скроешь. Еще одна неприятная особенность этого дома – здесь до сих пор есть отопление. Вот батареи действительно горячие. Если мы вспомним, вчера было порядка 36 градусов. Татьяна, вот вы живете как раз на третьем этаже. Расскажите, как вчера вы жили? У меня давление, в общем, ну, то есть, с моей стороны солнце постоянно после обеда. То есть, самый жар весь после обеда. И комната у меня маленькая, и отопление, то есть, ну, вообще было смерти подобно. Почему? Почему отопление? Ну, потому что у нас нет управляющей компании. Как бы нам нужно или за деньги это делать, приезжали, тут отключили. Если нам отключат отопление полностью, значит, у нас не будет горячей воды. То есть, нам не умыться толком, детей даже тех же не покупать, ничего. Ну, и самим, как бы у нас душевые тут есть такие, что сполоснуться даже. То есть, холодная вода бежит тогда. Особенности этого строения видны и с улицы. Штукатурки нет, оголенные кирпичи, которые кое-где вываливаются. Зато все это обрамлено новенькими белыми сливными трубами. Осенью прошлого года в доме поменяли крышу. Какие планы у властей на это строение, задают вопросы люди. Фотографии мы прикрепили к запросу, отправленному в администрацию советского округа. Денис Уонас, Андрей Кузьмин, Антенна-7.